Хочешь премиум аккаунт? Море голды или крутой танк? Тогда тебе на Танцишоп.ком бесплатный розыгрыш. Больше года работы, тысячи реальных отзывов. Танцишоп.ком. Субтитры делал DimaTorzok Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить снова о ранговых боях. Я уже выпускал видео об этом режиме, но тогда это были просто мои первые впечатления. И на самом деле они были далеки от реальности. Ну о чем я и говорил, что я могу ошибаться. Сейчас уже идет третий этап, то есть весь сезон не закончился. Это не окончательное опять-таки мнение, но уже более такое подкрепленное и уверенное. То есть я уже могу по существу сказать, какие есть минусы и плюсы у этого режима. Ну и начнем, наверное, с минусов, потому что хочется все-таки то, что произошло в этих режимах, рассказать именно вам. Может быть вы вообще не играете в игру. Может быть вы играете очень мало и практически не знаете, что такое ранговые бои. А может быть вы тоже в них играете и поймете, в общем-то, о чем я тут толкую. Итак, один из самых больших недостатков заключается в том, что очень много серебра требуется. Наверное, кто-то скажет, что это прям не очень большой недостаток, но если сравнивать награду, вот это вот улучшенное оборудование и затраты, то на самом деле тут еще нужно подумать, в каком плюсе окажешься ты по итогу, а в каком минусе. То есть выгодно ли вообще эта затея, стоит ли тратить на это столько серебра. А серебра тратится, друзья, очень много. Да, наверное, найдутся люди, которые скажут, да я всех там на ББшках, на ИС-7 просто разламываю пополам. Но на самом деле сложно играть без голды, вот даже в этом моменте. Что бы я смог сделать вот этому вот Т-5 Хэви? Я бы его просто не пробил бы ББшками. А таких танков тут навалом. Маусы, японцы и так далее. И голда требуется в очень большом количестве. Потому что если ты не пробьешь вот этот твой выстрел, он может и быть фатальным. Из-за чего ты, в общем-то, и потеряешь шеврон. И в итоге там скатишься в таблицы, скатишься в другую лигу более низкую. И получишь в итоге меньше бонов. И все только из-за того, что ты экономил. В этом режиме, к сожалению, никакой экономии нету. Ну, можно, конечно, играть на танках, на которых меньше требуется голда. Например, батчат, хотя ему тоже голда необходима. Но все-таки в меньшем количестве. Но в любом случае расходников и снарядов голдовых нужно много. И желательно там большие аптечки, большие ремки, допайки, конечно же, автоматические огнетушители и так далее. Конечно же, у обычного игрока, который не донатит или донатит очень мало, у него всего этого нету. То есть я уже в первый раз, в первом видео своем говорил, что этот режим не для игроков, которые, так скажем, ограничены в своих финансах. У них просто не хватит серебра, чтобы вывести тут, по крайней мере, в первую лигу. Может быть, в третью, во вторую, там, как-нибудь они пробируются, если будут очень хорошо играть, если хотя бы какой-то премтанк у них есть. Но, в общем-то, им будет очень сложно. Поэтому, друзья, очень большие расходы, это первый минус. Второй минус заключается в том, что очень много времени тратится на эти режимы. Кто-то может опять-таки сказать, что я быстро все там фармлю ранги. Ну, тут многое зависит от удачи, конечно, многое зависит от скилла. Но среднему игроку и даже чуть выше среднего, вот как я, например, ему будет не так-то и просто тут играть. Он потратит много серебра, он будет скатываться постоянно вниз. То есть зарабатывать эти четыре шеврона радостные. И такой, ура, все сейчас сделаю, и тут какая-нибудь сливная команда попалась, карта неудачная. И в итоге он просто скатывается вниз, из-за этого теряет шеврон за шевроном. И это все печально заканчивается, это все нервотрепка. И я уже успел поругать на стриме этот режим. Конечно, на стриме все-таки такие эмоции сгоряча многое сказано. Но все-таки действительно много негатива вызывает этот режим, потому что ты стараешься, стараешься. И тут неудачная команда, неудачная карта. И все, все поехало, пошло. Так что ты начал терять шевроны. И даже можно до нуля шевронов порой скатиться. Да, тут, конечно, будет зависеть от того, как ты играешь. Если ты супер круто тащишь, не совершаешь там ошибок до последнего. Сидишь, то, конечно, тебе будет проще. Может быть, ты там и затащишь. Но не всегда хватает терпения, не всегда хватает скилла, опыта и так далее. Также третий минус. Это, в общем-то, то, что довольно-таки плохо у нас с балансом в игре. То есть у нас плохо сбалансированы карты, у нас плохо сбалансированы сетапы. Я думаю, мало кто будет с этим спорить. То есть ты можешь попасть на Маусе, на какую-нибудь Малиновку. Ты там 4 шеврона тащил круто на городских картах. И тут тебе одни кустовые карты начали попадаться. Ну, тебе будет реально сложно конкурировать с кустовыми танками, которые просто идеально подходят для того, чтобы, в общем-то, в этих условиях набивать урон и больше опыта получать по итогу. Может быть, ты там в кустах весь бой просидишь на Маусе и получишь шеврон. Но это, в общем-то, не факт. Будет очень сложно. Но я, как Маус, пример привожу. Может быть, и другой какой-то большой танк неподвижный. Тот же Хэви и так далее. И четвертый минус заключается в том, что тут очень много арты. Три арты. Вот в этом бою почему-то одна арта. Но это вообще редкость на самом деле. В основном по три арты играет в каждом бою. При этом арта такая зелененькая. Даже иногда такая бирюзовая встречается. В общем, такие артоводы свирепые, скилловые, которые попадают точно по тебе. Да ладно, в общем-то, если попадают и попадают. Так они своим сплэшем достают везде, где угодно, за любым укрытием. И долбят просто по КД. Перезарядка у них там быстрее стала. Постоянно свой стан вешают. Это все очень бесит. Особенно если ты на медленном танке. Вообще караул. От этого просто сходишь с ума. И хочется всех этих артоводов просто взять и изуничтожить. Но, в общем-то, такие вот дела. Я считаю, что стоит ограничить количество арты до двух. А то и до одной штуки. Но, наверное, не все со мной согласятся. Но действительно арта многих взбесила. Я читал там в комментариях по ранговым боям. Действительно, не я один такой, какого арта раздражает в этих режимах. В этом режиме, вернее. Все-таки один. Шестой минус. И в начале мне показалось, что тут все-таки меньше оленей в этом режиме. Меньше кидалово. Какая-то организованная игра. Да, может быть, она чуть организованнее, чем в рандоме. Но все же, сколько тут полного безумия. Тут за шеврон могут просто, я не знаю, вытолкнуть. Ну, то есть, это не принесет им шеврон. Но некоторые игроки настолько сходят с ума. Тут настолько бесятся, что они там начинают материться. В чате начинают толкать тебя. Могут стрелять по тебе. И такое у меня было. То есть, ну, накал страстей кипит. И люди действительно звереют. И как-то себя ведут неадекватно. То есть, этот режим реально доводит людей до какой-то горячки, до безумия. Потому что то, что я тут видел, это очень печально. То есть, союзники друг друга поливают грязью. И хуже, чем в рандоме. Потому что тут все помешаны на том, чтобы шеврон получить. И очень часто никакой организованной игры вообще и в помине нету. Могут быть там бирюзовые и фиолетовые игроки. И все играют как рандомные олени. Даже хуже. Просто творят какую-то полную ересь. То есть, сливаются все на одном фланге. Или берут там, как-то начинают друг другу мешать играть. Там ездят неравномерно по карте. Это просто жесть, ребята. То есть, если вы думали, что это не рандом, то вы ошиблись. Тут тоже рандом есть. Хоть его может быть и поменьше. Но все же. Седьмой минус заключается в том, что все-таки несправедливо. То, что достаточно попасть в топ-12 при победе, чтобы получить шеврон. А при поражении нужно попасть в топ-3. Стоит ли говорить, что в топ-3 попасть гораздо сложнее. Учитывая то, что тебе можешь не повезти с картой. И можешь не повезти все-таки с союзниками. То есть, у тебя может быть командный танк. А союзники тебе там не прикрыли где-то. В итоге ты старался, тащил и слился, пытаясь, в общем-то, взять инициативу на себя. Я считаю, что лучше все-таки было бы, чтобы при победе попасть в топ-10 или в топ-8. А при поражении попасть в топ-5 где-то. Тогда было бы справедливо. А тут кому везет, кому благоволит рандом. Тот на коне, тот, в общем-то, даже особо без скилла может получить шевроны и ранги. Но это, наверное, сделано для того, чтобы не очень крутые игроки не возмущались. Чтобы просто хотя бы количеством боев они могли получать там ранги. Просто играя много, рано или поздно им все равно зарандомят хорошие команды. Им повезет и они пройдут дальше. Восьмой минус. Я уже, по-моему, разгромил этот режим в пух и прах. Но у меня продолжают возникать мысли, недостатки. При этом я пытаюсь найти плюсы. Они есть, но их, как вы можете видеть, мало. Итак, восьмой минус заключается в том, что тут очень много стоялого. Опять-таки, это субъективно. То есть для кого-то стоять весь бой на одном месте. И это, ну, в порядке вещей. Но не сказать, что я прямо такой, ну, человек, который не может там поставить, подождать. Я уже давно играю в танки. И, так скажем, могу где-то себя сдерживать. Но очень часто бои просто ужасно унылые. И порой ничего невозможно сделать. Ну, ладно, там сейчас начнут говорить, да ты играть не умеешь, ты рак. Вот я там всегда атакую, всегда получаю шевроны. Ну, если ты попал на Малиновку или на Прохоровку, на Маусе, или еще на каком-нибудь большом танке, что ты будешь делать? Наверное, кто-то скажет, ну, не играй на этих танках. Ну, даже если ты попал там, не знаю, на ТВП, если ты будешь подставляться, ехать первым куда-то там, то тебя убьют просто. Там арта тебя зафокусит. Арта, кстати, очень сильно снижает динамику в этом режиме. Потому что все боятся ехать. Потому что кто первый засветился, арта того дрючит по полной программе. В общем, вот такой вот минус крайне печальный. Десятый минус заключается в том, что, как мне кажется, тут присутствует какая-то принудиловка и подталкивание игроков к донату. Возможно, вы скажете, ну, не хочешь, не играй в этих режимах. Так-то оно так. Но если не играть совсем, то по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый там сезон ты будешь все-таки слабее, хоть и чуть-чуть, но у других игроков будет там улучшенный досылатель, у всяких улучшенный экипаж. Там на 5% вроде как можно перезарядку поменьше сделать, маскировку там получше. И ты уже будешь чутка, но проигрывать таким игрокам. А со временем, там с вводом новых сезонов, таких игроков будет становиться все больше и больше. Так что тебе придется играть в этих режимах, даже если они тебе не нравятся. По крайней мере, если ты хочешь нагибать. Если тебе пофиг, то, конечно, можно и не париться. А также нужно много серебра. А значит, нужно что? Конечно же, сдонатить на новый премиум танчик, там на какой-нибудь скорпиончик и так далее. Галдан, там нужна на перевод там свободки, чтобы прокачать еще одну десяточку. Нужен премиум аккаунт. В общем, вы поняли, к чему я клоню. Ну и чтобы какие-то плюсы были, ну не только минусы, а то скажешь, что только обосрал, ничего хорошего не сказал. Плюсы есть. Это все-таки улучшенное оборудование. Хочется посмотреть, что оно из себя представляет. И хочется его заполучить. И еще один плюс, второй, заключается в том, что если все-таки у меня получится, ну или не только у меня, но у всех игроков, у которых получится в первую лигу попасть, я думаю, они, так скажем, будут хотя бы довольны, что они смогли весь этот ад превозмочь, как-то пройти. И все-таки остались в первой лиге, получили больше бонов. Это все-таки хоть какое-то доказательство, что ты можешь преодолевать все эти трудности. Хотя, конечно, с нашим балансом, который просто трещит по швам в этом режиме, балансы карт, баланс союзников, танков, все это, конечно, сильно бесит. И не только порой твой скилл решает. Но все же, если все это преодолеть, то наверняка будешь горд за то, что у тебя получилось. Но, возможно, будет все-таки жалко за потраченное время и жалко за то, что серебра столько потратил. Ну, тут уже зависит от каждого игрока. Тут уже от личности зависит. Для кого-то, может быть, это все в кайф. Ну, и третий плюс, наверное, заключается в том, что тут можно все-таки чуть-чуть поднять свой скилл. То есть, когда тебе сложно, действительно, ты уже, превозмогая себя, начинаешь чему-то новому учиться. И, возможно, опять-таки, это теоретически, все-таки ты становишься лучше, преодолевая сложности. Четвертый плюсик. Среди всего этого мракобесия, тупых оленей в твоей команде, порой встречаются действительно толковые ребята и сплоченные команды. То есть, действительно, тебя прикрывают, стараются помочь тебе, отстреливаются по твоему засвету точно, как-то приходят тебе на помощь. В общем, чувствуется какая-то командная игра. Это не в каждом бою, конечно же, есть, но в целом это все-таки присутствует. Это круто. То есть, союзники обладают каким-то все-таки скиллом, и это чувствуется. То есть, они чекают там проезды, подсвечивают, стараются занимать нестандартные позиции, иногда даже используют какие-то нестандартные тактики, залезают там на шикарные позиции или как-то, может быть, грамотно танкуют. В общем, видно, что не просто сброд тут, ну, по крайней мере, во всех боях. А встречаются и бои, где имеются хорошие скилловые ребята, с которыми приятно иметь дело. И бои порой из-за этого получаются очень интересными. И это, кстати, пятый плюс. Есть тут такие вот бои, которые действительно приятно смотреть. Таких боев в рандоме редко можно встретить. В рандоме все-таки просто какой-нибудь чувак берет на голде. Ну, тут тоже на голде, но все-таки просто рандомных каких-то раков нагибают, которые толком стрелять не умеют. А тут ты попробуй нанести много урона. Все-таки игроки не такие слабые, а порой весьма даже сильные. И бои получаются весьма занимательные, когда две команды противоборствуют, когда действительно есть какая-то все-таки конкуренция между двумя командами. Чувствуется борьба. Чувствуется, что все хотят победить. Стараются из последних сил. Идет перетягивание канатов. То одна команда выигрывает, то другая. И это весьма интересно. Бывают и динамичные бои, то есть идет экшон. Но все-таки в основном больше всего кустового стоялого. Но и хорошие экшеновые бои тоже встречаются. В основном арта портит сильно БТР. Ну, опять-таки скажешь, что я арта-хейтер и так далее. Но вот действительно это так. Я думаю, большинство игроков это понимает. Итак, на этом все, друзья. Конечно, видео субъективное. У каждого свое мнение. Но я думаю, многие игроки все-таки со мной согласятся. По крайней мере, по некоторым пунктам. Пишите в комментариях, как вам режим ранговые бои. Понравился ли он вам? Или вы в него почти не играете? И он вас разочаровал? Будет интересно узнать ваше мнение. Желаю вам удачи. Пока.